Дубай – крупнейший ультрасовременный город Объединенных Арабских Эмиратов. Туристический, торговый и финансовый центр Ближнего Востока с населением свыше двух миллионов человек. И я уверена, что вы очень хотите на него посмотреть. Ну или может лайки поставить. Меня зовут Юлия Фиолковская. Наш отдых начинается. Поехали! О, Майгод! Мы, кстати, приехали сюда уже в пятый раз. В Рамадан. С ребенком. Нас многие пугали, что не надо ехать в Рамадан, слишком много запретов, все очень сложно. Но в этом видео мы на себе проверим, что такое Дубай в Рамадан. Дубай – огромный город, который растянулся на десятки километров вдоль побережья Персидского залива. И вопрос навигации по его районам и достопримечательностям очень и очень актуален. А понять, что посмотреть, где жить, где лучшие инса места, вам поможет мой гайд по Дубаю, который собрал уже огромное количество отзывов и помог сэкономить время, нервы и бюджет всем моим подписчикам. Поэтому я очень рекомендую приобрести его до поездки, чтобы не поселиться в промышленном районе или плохом отеле. У нас, кстати, неплохой такой отель. Он достоин места в моем гайде, а там только проверенные нами лично места. До Дубая лететь всего 3,5 часа из Минеральных Вод и 5,5 часов из Москвы. Это очень популярное туристическое направление. И в этом выпуске мы покажем вам не только базовые достопримечательности, но и совсем новые, которые открылись недавно. Ну и всякие бытовые вещи, типа не забудьте узнать, какие в вашем номере розетки. Что такое базовые достопримечательности? Это те, которые продаются в сувенирных магазинах. Например, она. Бурж-Халифа! Самое высокое здание в мире, 828 метров в высоту. Рекорд не побит, кстати, с 2010 года. Мы трижды поднимались на ее обзорные площадки. И скажу я вам, что это захватывающее зрелище. Бурж значит башня. Халифа это в честь президента Эмиратов. Мне кажется, вы не до конца понимаете, насколько этот небоскреб огромный. Правильно, где еще в природе можно увидеть здание, которое резко уходит вверх на 828 метров. И да, можно подняться на одну из обзорных площадок, но зацените, какой обзор открывается из ресторана напротив. Кстати, шеф-повар этого заведения получил звезду Мишлен. А еще здесь просто роскошный вид и можно сделать потрясающие фото и видео. И бонусом вкусно поесть. Конечно же, Бурж-Халифа связана с еще одним очень важным местом, в котором можно заблудиться и остаться там до конца отпуска. Это Дубай Мол. Огромнейший торговый центр, в котором есть абсолютно все, что только можно себе представить. 1200 магазинов вам и за неделю не обойти. Здесь и аквариум, и ловцы жемчуга, и брендовые магазины, а также вид-места для просмотра дубайского фонтана. И каракти просто муааа, какой вкусный! Обожаем это место и приходим сюда каждый раз, приезжая в Дубай. И даже купили специальную камеру 360, благодаря которой вы можете оказаться тут вместе с нами, чтобы почувствовать настоящую атмосферу Дубая. Переходите по ссылочке в описании на ролик 360 в самых крутых локациях Дубая. И там вы можете посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, или вообще без моего лица, если оно кому-то вдруг не нравится. В общем, наслаждайтесь полным погружением в Дубай. Кстати, в Рамадан есть много нюансов, касающихся времени работы некоторых заведений. Например, вот это открывается в 18.00. И в своем гайде по Дубаю я подробнейшим образом расписываю многие нюансы. А еще там собраны самые крутые места! Например, вот эта зеленая планета Дубая, или настоящий биокупол, который насчитывает более трех тысяч растений и животных, включая птиц, рептилий и рыб. Хотите посмотреть, что там внутри? Конечно, хотите! Green Planet — это четырехэтажный комплекс, где до мелочей воссоздана экосистема тропических лесов Амазонии. Экстерьер здания выполнен в туристическом стиле и чем-то напоминает оригами. Но самое главное — именно здесь вы можете почувствовать себя наедине с природой. Обязательно поддержите это видео лайком, можете еще комментарий написать. Я, кстати, на все отвечаю и всем хейтерам желаю добра. Не веришь? Прямо сейчас напиши вон там, внизу. Субтитры сделал DimaTorzok И если вы хотите приобрести билеты в это невероятное место, обязательно обращайтесь к проверенным нами людям. Это Туристино. Они организуют вам все в лучшем виде, а еще вы сможете приобрести билеты по самой лучшей цене. Дешевле, чем на кассе. Билеты у Туристино есть с открытой датой и временем. Это очень важно, потому что вы можете запланировать и опоздать. А это очень актуально для тех, кто путешествует с детьми. Нам очень понравилось это место, и мы под таким впечатлением, что приобрели себе вот такого туканчика-сувенирчик. Марк, твоя птичка! Вокруг нас столько достопримечательностей, все находится так близко. И знаете, куда мы сейчас поедем? Да, мы приехали поспать, потому что у маленького ребенка есть режим. И да, его нужно соблюдать. И если вы вдруг захотите написать комментарий, что поспал бы в коляске... Нет, он не любит спать в коляске. Остров Блю Уотерс рукотворный, невероятный. Здесь царит своя особая атмосфера, которая заставляет вас работать. А еще здесь находится самое большое, самое высокое колесо в мире высотой 250 метров. И прямо сейчас мы на нем покатаемся! Гоу! О, Марка забыли! Побежали, Марк! Посмотрите, какое оно огромное! Вау! Вот это да! Вот это мы сейчас покатаемся! А, ну или не покатаемся. Колесо уже больше года не работает. По каким причинам, неизвестно. Ну и ладно, пойдемте насладимся атмосферой Блю Уотерс! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое важное в Дубае, это заранее ознакомиться со всеми нюансами, запретами. Районами, достопримечательностями, отелями, чтобы составить грамотный план с таймингом и не потерять ни одной драгоценной минуты. Поверьте, один день, проведенный в Дубае неграмотно, может стоить вам очень дорого. Именно поэтому я продаю не просто гайд по Дубаю, но и плюсом свою личную консультацию, на которой мы вместе с вами прорабатываем индивидуальный план с таймингом, под ваши запросы, желания. Я помогаю абсолютно во всем и даже забронировать достопримечательности. По вопросам приобретения гайда пишите в любые соцсети. Айя-юниверс. Уникальный развлекательный комплекс, который предлагает вам невероятные впечатления от сочетания искусства и технологий. Именно здесь вы можете открыть для себя что-то новое, оказаться в месте съемок Аватара или попасть в параллельную вселенную. Я уверена, это место никого не оставит равнодушным. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok А знаете, где можно приобрести билеты по выгодной цене в это невероятное место? В туристину. Как вы думаете, какое место еще нас очень вдохновляет? Да, это пустыня. И сейчас мы будем делать здесь невероятные кадры и крутейшие рилсы. Поэтому обязательно подпишитесь на меня в инстаграм, чтобы не пропустить этот контент. А еще лайкните и сохраните, чтобы повторить так же. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Самое известное здание этого района – Каян Тауэр Высочайший небоскреб в мире с углом разворота 90 градусов Еще его раньше называли Infinity Tower ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На самом деле очень крутая идея снять яхту для какой-то вечеринки Вот эта яхта вместимостью 16 человек Но в Туристину есть самые разные яхты на 4, на 6, на 8, на 16 Хотите еще больше яхт? Но это очень круто Здесь есть вот такая интересная кровать А вид, зацените, какой отсюда открывается Просто-просто кайф Здесь есть два санузла Здесь есть еще одна спальня Вон там на двух человек И я вам сейчас покажу такое-такое Кстати, вот здесь можно всем расположиться Столики, диванчики Все суперудобно, суперкруто Сейчас мы пойдем с вами наверх А там... Там просто царские хоромы Вау! Зацените, что тут происходит Тут просто-просто создана эта яхта Для каких-то вечеринок Просто кайф А еще можно сделать фоточки вот здесь И кто-нибудь подумает, что вы были капитаном этой яхты Если наше видео не до конца передает всю атмосферу У нас есть полное погружение в Дубай Видео 360 градусов Ссылочка обязательно будет в описании Попробуйте Попробуйте А сзади меня находится Эйн Дубай И знаете что? Пожалуй, это лучшее место для его обзора А еще сделать крутейшие фото, видео, рилсы Вау! Вау! Слушайте, впечатления нас переполняют Вот реально Я не ожидала, что мне так понравится Но это просто дичайший восторг Поэтому это, наверное, рекомендасьончик номер один для тех, кто приезжает в Дубай И вы отсюда посмотрите всю Дубай-Марину Насладитесь всеми видами Сделайте миллиард фотографий Это будет просто потрясающе Вот сто процентов Да, Марк, тебе понравился корабль? Да, ему понравился корабль И еще очень важный момент для родителей с детьми С нашим ребенком играл и капитан корабля И менеджер, и какая-то еще девушка В общем, все занимались Марком Лишь бы мы могли спокойно поделать видео, фото И насладиться этими видами Это было очень круто Самое классное – это гулять в Дубае с коляской и ребенком Потому что везде есть удобные тротуары, везде есть съезды Просто супер! Знаете, как передвигаться по Дубай-Марине? Вот так! Очень актуальный способ для семей с ребенком Вы сажаете жену и ребенка сюда Папа садится здесь И вы вот так вот С ветерком по всей Дубай-Марине Вот так вот! Смотрите кадры дальше! Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребята Сейчас я вам покажу одно видео Слабонервным не смотреть Да, мы разбили камеру Инста-360 40 тысяч рублей Просто А знаете почему? Потому что мы постоянно в спешке Мы постоянно торопимся Мы что-то цепляем аксессуары Это на то На пятое-десятое Руки мокрые Руки жирные Потому что ребенок что-то дает грязное Срочно ему что-то надо И все И просто в один момент камера улетает И... Мы хотели столько сделать У нас было столько задумок для контента И все это просто... Ну, мы успели снять три локации для вас, для полного погружения в атмосферу Дубая, так что хотя бы поддержите видео лайком. А нам очень обидно, реально очень обидно. Теперь у нас две камеры. На самом деле я понимаю теперь тех блогеров, у которых разбиваются камеры, или как у Птушкина улетает дрон. Ну, давайте по частоку, у него есть хотя бы пять с половиной миллионов подписчиков, а у нас пока нет. Поэтому я надеюсь, вы хотя бы поддержите это видео лайком, добрым словом, нам будет очень приятно. Вот, этой камере тоже будет приятно. Но, возможно, в ближайшее время мы останемся без обеда. Но вас мы точно не оставим без хороших кадров. Потому что это память на всю жизнь. И у каждой камеры есть не просто цена, а своя ценность. Беги! Беги, Марк, беги! А мы отправляемся на Экспо. Экспо – это всемирная выставка, которая проходила в Дубае с 21 по 22 год, на которой можно было увидеть лучшие достижения научно-технического прогресса. Сама выставка уже закончилась и функционирует как достопримечательность под названием Экспо-сити. Пойдем посмотрим, что там. Вы видите этот нереальный водопад? Прямо сейчас мы помочим в нем ножки и сделаем просто супер кадры. Поехали! Или нет? Ну, как бы, знаете, Рамадан. Они решили тут устроить корпоратив и говорят, а вы в другой раз приезжайте и помочьте ножки. Угу, утром. Да, утром приезжайте и помочьте ножки. Ну, не будем расстраиваться, нас ждет еще много красивых достопримечательностей. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, наверное, есть смысл ехать на Экспо в вечернее время, когда вы можете посмотреть невероятное световое шоу со звуковыми эффектами. Это просто вау, это отпечатается в вашей памяти. Но если не застать водопад, наверное, будет не очень вам здесь весело. А мы отправляемся... У-у-у! Проходи, скорее, скорее, скорее! Проходи, скорее, скорее! Вау-у! А- Platform Субтитры нужно-то Hou-у-уing- lifelong Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще одна особенность отдыха в Рамадан Это и в танк, каждый день Как только солнце садится, слышится взрыв Люди все падают от страха И можно употреблять воду, пищу Ну и всячески радовать свой желудок Субтитры сделал DimaTorzok Обычно, чтобы сделать хоть какую-нибудь фотографию на фоне Буршалярат Всех с обзорных экскурсий привозят к этому КПП Вам приходится пробиваться сквозь толпы китайцев, индусов и других туристов Чтобы хоть как-нибудь запечатлить себя вот с этим великолепным зданием Но сегодня не тот день Мы сняли номер в этом роскошном отеле И имеем полное право пройти внутрь Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok А стоимость номера всего-навсего 40 тысяч долларов в сутки Если вы хотите почувствовать на себе атмосферу роскоши и богатства Вы можете снять вот такой номер в семизвездочном отеле Буршалярат Здесь все из золота Лепнина, унитазы, душ из золота Все для того, чтобы вы почувствовали, как ваша жизнь удавалась Не, ну, вы реально подумали, что мы сняли такой номер? Нет! Просто в туристину появились уникальные билеты Которые позволяют пройти внутрь самого дорогого номера в семизвездочном отеле И мы просто не смогли отказаться от того, чтобы попасть сюда Поэтому, друзья мои, если вы хотите приобрести билеты по самой лучшей цене Обращайтесь в туристину И не советую вам опаздывать Потому что здесь все вот так вот строго по времени И если опоздаете, не попадете внутрь Только что мы были там А теперь мы здесь Слушайте, ну, впечатления, конечно, просто восхитительные Побывать в такой роскоши Понаблюдать за всем внутри А теперь вот посмотреть отсюда Ну, тоже, на самом деле, очень красивый вид А сейчас знаете, куда мы отправляемся? Мама! 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 Да От солнышка Оп! Говорят, в Рамадан все закрывается Нигде нельзя кушать Все будет за ширмами Еды не найдешь, воды не найдешь Сколько мы уже гуляем по туристическим местам Все открыто Вон спокойно люди на улице едят И никто ничего не запрещает Наверное, когда-то были очень жесткие ограничения Но сейчас, в 2023 году Таких каких-то колоссальных ограничений Мы не встретили Из пяти поездок в Дубай Мы только один раз не брали ужин И сразу поняли, что на завтраках здесь очень и очень непросто Потому что вы очень много времени тратите на поиск еды Не понимая того, начинаете спорить, где вам поесть Как вам поесть Покупаете блюдо, а оно вообще не такое, какое вы хотели Или оно очень острое Или вы купили очень дорогое блюдо А ваш ребенок просто отказывается его есть Поэтому самый экономичный, самый классный вариант Это завтрак и ужин Тем более на шведском столе Ваш ребенок 100% найдет что-то, что он захочет покушать А хотите увидеть цветы в пустыне? Тогда вам сюда Miracle Garden или Сад чудес То самое место, которое заставляет восхищаться красотой Которую может создать человек Я думаю, что комментарии здесь излишни Просто прогуляйтесь вместе с нами Поехали! Слова может быть здесь и излишни Но комментарии под видео все-таки можно написать Я, кстати, на каждое отвечаю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, билеты по самым выгодным ценам Вы можете приобрести в Туристину У проверенной несколько раз нами компании Там работают самые адекватные менеджеры Которые говорят на русском языке Которые подскажут, в какое время лучше В какое лучше сюда не ходить А также у них есть несколько систем оплаты И криптовалюты, и переводы на зарубежные карты А еще вы можете прийти к ним лично в офис Если немного переживаете Если по каким-то причинам у вас не получается оплатить билеты онлайн Вы можете приехать в это замечательное место лично Пообщаться с ребятами Обсудить детали индивидуальных экскурсий Оплатить все на месте И уже ни о чем не переживать Еще очень удобно, что офис находится по пути на экспо То есть вы выходите на станции Dubai Investment Park Заходите в здание, бронируете билеты Общаетесь, вас угощают вкуснейшими финиками в Дубае И дальше на следующей станции вас ждет экспо Вы экономите время и больше ни о чем не переживаете Субтитры делал DimaTorzok Пусть мороженое Как у меня что будет? Юль, пускай Марк берет Не лезь, Юль, пускай Марк берет Еще одна особенность Рамадана – это конец Рамадана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Лучший вид на Бурж-Халифа, на дубайский фонтан. И вы находитесь здесь, а не в толпе людей. Я не знаю, как оттуда можно сейчас выйти. Это что-то невероятное, особенно если вы с ребенком. Поэтому, друзья мои, обязательно гайд по Дубаю вам поможет найти все самое лучшее, все самое крутое. И вы ни разу не пожалеете о его приобретении. Музыка Марк, скажи, Бурж-Халифа. Дубай Мол. Дубай Мол. Если вы думаете, что навигация по Дубаймолу может вызвать у вас какие-то затруднения, вы еще не пробовали найти что-либо с коляской, потому что даже электронные карты не прокладывают путь с лифтами, они прокладывают путь только с эскалаторами, и это добавляет свои сложности. А еще, раньше у меня такого не замечалось, но начинает срабатывать синдром яж-матери. Сейчас я поясню. Посмотрите вот сюда. Видите, что здесь написано? Здесь написано Priority for Families and People of Determination. Это значит, что, пожалуйста, дайте приоритет людям с колясками, с детьми и людям, кто не может передвигаться самостоятельно инвалидом. Но посмотрите, лифт забивается самыми обычными людьми, которые в состоянии дойти до ближайшего эскалатора. И я принципиально начинаю пропихиваться в этот лифт и показывать вот сюда и объяснять, что здесь написано вот это. А нас не впускают? Нам что-то пытаются объяснить, а я говорю, я, я же мать. И прохожу спокойно. Если вы смотрите это видео, то извлеките из него уроки. Мы, правда, не подозревали, куда мы попадем, в какую давку, в какой мы толпе будем. Это просто что-то сверхъестественное. Правда. Друзья мои, в первые дни после Рамадана не ходите в большие молы, потому что это огромное скопление людей, это давка. 90% людей просто не пропустили в метро. Их выгоняли на улице, выгоняли в какие-то аварийные выходы. И только если у вас есть ребенок и коляска, вас пропускали в метро. Метро просто переполнилось. Вы представляете, что это такое? И люди к нам, какие-то непонятные индусы липли, чтобы пройти в метро. Они пытались представиться нашими родственниками, держались за нашу коляску и проходили вместе с нами через охрану. Охрана смотрела. Мы, естественно, ничего не можем сделать, мы просто пытаемся пройти. И это, я не знаю, как это даже описать, у людей начиналась паника. Потому что со всех сторон кто-то свистит, кричит, охрана не пропускает. Вот так вот берут в другую сторону, швыряют каких-то мужиков, которые бросаются на охрану. Это... В общем, вывод. Три дня после Рамадана не ходите в крупные молы. И я от всей души желаю вам здесь побывать. Потому что это действительно город будущего. Это город просто мечта. Побываете здесь, вы поймете, о чем мы говорим. А сейчас мы ждем, когда заработает Лейк Райт. Это прогулка на лодке Абра по вот этому чудесному фонтану. В тот момент, когда фонтаны будут работать. И будет классно. Рыбовое суть. И таких генератор. Як бы нам нравится. Для института которые такие генераторы آли. И из том, что снежская. И они не помогут. То есть, конечно, они неaime. И они очень хорошо поднимаются. У нас есть маленькие условия для для меня. В общем, что это просто телескан. Анастязание. И в общем, у нас есть маленький метр. И вот так вот. И так далее, что пока ко мне вот так. Анастязания. Субтитры подогнал «Симон» Там был паровозик Этот вид достоин того, чтобы вы ездили сюда каждый день Мы в Дубае пятый раз И вот за это конкретное путешествие мы пришли сюда пятый раз Вы представляете? Юбилейный раз Нам здесь очень нравится И этот вид не перестает надоедать Я не знаю, как люди пишут Ой, мы посмотрели пять раз фонтан, но нам что-то надоело Да как? Это просто amazing Друзья мои Это непередаваемые эмоции Которые вы запомните на всю свою жизнь А еще сделайте отсюда просто Вип красивейшей фотографии Ну правда, это стоит того Небольшое наблюдение Вон там стоял золотой верблюд Такой красивый-красивый Но вдруг во время конца Рамадана верблюд исчез Как вы думаете, его затоптали? Или с ним все хорошо И его просто увезли в какой-то другой отель? Напишите в комментариях За что нам нравится Дубай? Так это за то, что днем здесь практически нет людей То есть вы приезжаете на какую-то локацию Можете совершенно спокойно сделать фото, видео, рилсы Что хотите, в каких хотите количествах Хотя в Европе в то же самое время Вы просто не пробьетесь на достопримечательности Будете в очередях полдня, наверное, стоять А здесь все очень круто Но есть, конечно же, и свои минусы Если вы плюс-минус профессиональный блогер И хотите запечатлеть красивую картинку с хорошим звуком То самая частая фраза, которую вы здесь будете слышать Это not available Not available Not available Not available Почему все запрещено? Я не знаю Такова политика Дубая Они сделали все для туристов Но почему-то не продумали тот момент Что блогеры могут здесь записывать качественный звук Поэтому, если вы ходите мимо охраны Прячьте микрофончик за волосы В целом, даже без микрофона Если вы хоть немного отличаетесь от обычных туристов Ну, например, вас кто-то снимает на телефон А вы держите в руках листочек со сценарием И говорите К вам возникнут вопросы К вам может подойти охрана И попросить показать, что вы там сказали Перевести, что вы говорите И они уже решат, удалить или не удалить ваши файлы А нам уже пришлось удалять файлы не один раз И, кстати, охрана теперь знает, что такое корзина Заставляют заходить в корзину И оттуда уже удалять файлы Хотя мы просто рассказывали о том, что Бурж-Халифа Это самое высокое здание в мире Пришло время подвести итоги нашего двухнедельного путешествия в Дубай И ответить на самый главный вопрос А стоит ли ехать в Дубай в Рамадан с ребенком? Отвечу так В Рамадан да, стоит С ребенком нежелательно Вы спросите, почему? Да все просто Ты все время думаешь о том, как бы спасти ему жизнь Как бы он не свалился откуда-нибудь Или как бы он не выбежал на дорогу Или не потерялся бы в толпе людей Которые его вообще не знают И он тоже вообще не в курсе, где он находится Про дневной сон вы тоже знаете уже все, что говорить Плюс еще уходит огромное количество времени на то, чтобы с ним договориться Вы вот, он просыпается, вы ему говорите Сейчас мы поедем на паровозике Тю-тю, хочешь? Хорошо, мы поедем с тобой на такси Хочешь? И ты ему даешь финики Ты уговариваешь его мороженым, конфетами, чем угодно Лишь бы поехать, посмотреть на локацию У тебя билеты забронированы на определенное время И у тебя уходит огромное время Просто чтобы с ним договориться И это все вместе в совокупности Нам не позволило полностью прочувствовать атмосферу Дубая Как в предыдущие четыре раза Поэтому, если у вас есть возможность С кем-нибудь оставить вашего ребенка И вдвоем хотя бы на четыре дня уехать в Дубай Напишите мне в инстаграм Мы с вами составим такой план Благодаря которому вы успеете абсолютно все Что мы успели за две недели с ребенком Вы посетите абсолютно все Вы будете счастливы, довольны А еще вы круто отдохнете А также, когда вы едете на меньшее количество дней Можно прилично так сэкономить И взять отель более высокого класса В целом, конечно же, нам понравился Дубай Но придется ехать еще раз, чтобы закрыть все наши цели Обязательно подпишитесь на нас в инстаграме, в телеграме Поставьте этому видео лайк И если вы досмотрели до конца Пишите в комментариях Досмотрел до конца Всем до новых встреч Пока-пока!